Музей 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 Это же не такие огромные деньги, чтобы люди могли проходить там с колясочками. Еще раз скажу такую простую вещь. Все неоднозначно. Вот здесь нарисованы скамейки, а вот жители 10-го дома говорят, зачем нам эти скамейки, там будут сидеть люди, шуметь ночью и так далее. Здесь, конечно, хотелось бы, я уже раз так и пришел, здесь хочется сделать небольшой фонтан, еще один фонтан в городе. Значит, может быть, мостик сделать для красоты, конечно. Значит, возле улицы Восточной, все, наверное, знают улицу Восточную, там была такая зона, она очень сложное место, территория городская, которая находится в аренде у лесхоза. А лесхоз, лесной, а лесхоз отдает в аренду фактору, то есть три владельца. Раз, когда три владельца, соответственно, нет хозяина вообще. Мы начали писать, пока их всех не собрали, они за льду, мы говорим, можем мы хотя бы брать деревья, которые там упали, все. Ну, вы как же, тут же будут жалобы, вы не имеете права. Потом, значит, купили две скамейки поставили, наш депутат Маргарита Артурна помогала, еще три купила, и стал уже пять. И уже все равно, и Рудаковская, ваша, это самая называется, как-то, аллея ветеранов, что ли, что-то там какое-то название придумали. Ну, вот это браками. Прогучность. Детская площадка. Детская площадка. Ну, честно говоря, когда мы воюем с управляющей компанией, даже так не так, мы слово воевать убираем, мы не воюем. Мы пытаемся найти сопротивление, взаимоотношения, убедить их, в конце концов. Мы их убедили, они пришли в конце концов подкосили. Но на самом деле, мы, наверное, будем идти по другому пути. Наверное, все-таки в жителе, в каждом подъезде есть мужички, которые не против этим делом заниматься. Я думаю, что мы их будем, они будут выходить. Уже выходят, кто-то что-то делает. Потому что этот один дворник, который бегает, то он подсыпает, то он косит, то он вообще ничего не делает. Ну что, у Алексея Юрьевича очень большое и доброе сердце. И поэтому вокруг него собираются всегда добрые, хорошие люди. И поэтому, ну вот, третий год, мы идем рука в обрубку. Спасибо за помощь, спасибо за поддержку. Спасибо за прекрасное общение, которое доброе общество дарит нам. От имени нашего коллектива Дома-интерната, Алексей Юрьевич, милый, дорогой, от имени проживающих наших, мы желаем этому обществу и вам лично крепкого сибирского здоровья. А мы с Алексеем Юрьевичем, оказывается, еще и сибиряки. И я помню, Евгения Алексеевна, она мне сказала как-то, ты нам только скажи, мы с тобой пойдем, куда хочешь. Это очень приятно. И еще, Алексеевич, хочу сказать спасибо вам, что я получила очень большое, очень много знаний, когда работаешь. Вообще, когда работаешь, прозрение, ты учишься еще к чему-то, да? Согласитесь, Алексеевич, мы тоже, наверное, сам учишься. Да, учишься, получаешь новые знания. Люди у нас даже как бы не готовы к этому, вот такой, вот, нет, прямо, раз, и все пошли, и начали там лес очищать. Нет, это не происходит. Пытается, пытаемся, потому что, женщины, конечно, удивлялись бабушке. Мы уже два года, каждую среду, раздаем восточный берег бесплатно. Я, может быть, вас задерживаю, но вот такой вопрос. Раздаем бесплатно. К чему пришли мы? Мы, подначале, привозили 50 штук, они уходили. Потом я говорю, а кто получает этот восточный берег? Когда начали разбираться, оказывается, разбирают его торговые работники, пенсионеры там их и доставили. Я говорю, все, приносите только пенсионерам, потому что эти люди, которые могут сами заработать, нечего. Почему они должны, ну, это очень не мои, это просто повторительное делается, но их совесть. То есть, позволяет, позволяет, почему нельзя. И в этом фитнес-клубе мы делаем вот эти два часа с 10 до 12, приходят наши пенсионеры. Вот мы приглашаем всех приходить, бесплатно занимайтесь. Мы покажем с чего, да? Одного, значит, это самое условие должно быть, что ты пенсионер. Все, пенсионер приходи, хоть ты там 42 на 5 ушел, ссоют. Значит, они приходят, вот у нас создался этот коллектив. Конечно, приходят и слабенькие бабушки, приходят и сильные дамы, я бы сказал. Я считаю, что это, как бы, большой бургал, это его большой дом, люди там, его семья. Он не может просто уже как-то, чтобы это было плохо в этом, на нашем бургале. И, в другой раз, в ущерб себе, как бы, это идет, против. Ну, вот и она какая несчастная, вздомная животная. На самом деле, если бы не было кошек у нас в Кингисеппе, у нас были другие проблемы, я так понимаю. Полностью от них отказываться нельзя. Во-первых, ну, не в обиду будет кошкам сказано. Мы их возили, сделали операции, чтобы они сильно не разлагались. В разумных пределах, значит, они поддерживают чистоту в наших домах. Есть определенные женщины, которые очень любят их хормить. Они просто все время страдают, все время уходят. Есть определенные люди, которые не любят этих женщин, которые хормят людей. Ко мне пришла ревность. Думаю, человек занимается животными, а есть люди, с ними тоже надо заниматься. Ну, это было желание, я пришла, на православный церковь благословила. И началась работа. Началась она с того, что вот... Атец Пантелеймин написал такую бумагу, чтобы нам разрешили с ними заниматься. Вот согласитесь, попробовали хоть один раз в день не покушать горячее пищу. Ну, а потом, конечно, яцу Александру подошла, отец Александр стал помогать. Он нам разрешил, благословила, чтобы деньги у нас были. Главное же, деньги, чтобы покупать еду, борец суп. Блонтеры нашли, слава Богу. Два раза объявления написали, даже бесплатно, вот господин Польский, так помог на Восточном береге. Потом стали звонить. Мы кормим их, моем их уже понедельник. По понедельникам разрешили мыть их, потому что, когда мы их уйдем в больницы или какие-то учреждения, они пахнут. Не так уж хорошо их принимают, а заодно и меня тоже. И стала думать, что нужно помыть. И директор баннер, как заведующий, он сказал, конечно, проблем нет. А там женщины даже белья вынесли, ну, простыни, под одеяния, чтобы человек вытерся. Они же идут без мыла, без полотенца. Какая-то женщина православного храма дает Бог здоровья. Она согласилась шить нежнее белье, трусы, да, чтобы человек достойно переоделся. Она мешает приходить документы и делать. Кому нужно школе сделать, кому нужно паспорт, кому нужны страховой, там, пенсионная. Она возвращается к нам в страну, хотима или нет. Вот егенистка поклоняюсь, конечно, перед Алексеем Игоревичем. Перед всеми, кто с бабушками занимается, мои все знакомые, в одном городе живем. И особенная благодарность батюшкам. Они не трудятся там, лопатой, за станками не стоят. Они трудятся своим сердцем. И поэтому, может быть, этот прекрасный день они тоже пришли. Спасибо вам, Этис Александр, Этис Пантелеймон. И всем вам благодарю. Дорогие друзья, действительно, эта организация «Опраздрение» – это одна из немногих организаций на сегодняшний день, которые творят добро и делают очень много полезного нужного. Я горжусь нашим городом, я горжусь вами, то, что вы есть в городе Кингисеппи. И благодаря вам очень многие вопросы решались. Алексей Юрьевич и его сподвижники, которые сегодня занимаются этими добрыми, нужными, полезными делами, это замечательно. По плану, по проекту, вот это я вам обещал, это будет встреча, будет и с архитектором, вы будете в ней участвовать, и мы, похоже, будем решать. Какой алгоритм в конечном итоге сложится, тот мы и будем реализовывать. Я уже сейчас выяснил, кто из руководителей этого дома, и в ближайшие дни я с ним вступлю, так сказать, в диалог, приглашу на встречу. Может быть, и коллеги депутата, которые этой проблемой занимаются, будут присутствовать на ней. И мы будем уже тогда вот с разным сторон комплексно, я продолжаю, что вы умеете и себя занять, и в свое время, и совершенствоваться. И действительно, жизнь, она продолжается до последнего момента, пока Господь Бог не призовет нас. Поэтому нужно в любом возрасте, и даже находясь уже, так сказать, в длительном периоде, как я говорю, бальзаковского возраста, потому что женщина совершенно другая планета, в отличие от мужчин. И вы молодцы, вы показываете как раз пример в этой жизни, жизненной активности, жизненной позиции. Я вам и лично, и как просто, как гражданин города Кингисеппо, и как руководитель города Кингисеппо вам признательно. Но здесь самое главное, открылось, чтобы такое духовное наше зрение, посмотреть на людей с другой стороны. То есть это такие же люди, которые, может быть, в силу каких-то жизненных обстоятельствах, кто-то, может быть, неблагополучивающего, там горе случилось, там человек запил, кто-то, может быть, потерял родственников. А бывает и зачастую, если запил, то и родственники от него отворачиваются. Вот так, чтобы вот это вернуть в таком русле, вот это и именно этот проект и благословение. Вживую рассказать, что объяснить, и тогда, может быть, и даже школьники, они будут даже загораться и совершенно по-другому смотреть на какие-то такие вещи. Поэтому и это зависит от именно вхождения, не просто такое делание, делание свое в тихости и спокойности, да, вот делаем что-то, а рассказывать и тем самым зажигать. А по волонтерам мы находим десятку, то есть, понимаете, в 10 раз больше у нас люди реагируют на, чем, ну, а по деньгам, конечно, где-то миллиардные эти обороты, нам, конечно, легче деньги на благословение сверить. Просто я вот то, что рассказывали, как бы вот это было. Мы сегодня говорим о благотворительной организации, общественной благотворительной организации. А почему? Вот в городе Кенгисеппе, мы слышали из биографии, в 86-м году приехала семья, смельские Алексея и Татьяна. Жили, работали, растили дочку, строили дачку, жили-нетужили. Почему? Откуда? Чего не хватало человеку? Почему он вдруг начал заниматься благотворительностью? Подъезжает машина, открываются двери, заходят смельские, с банками краски, с мешком там, не знаю, замазки. Куда разгружать? Что разгружать? Ну, за внешнюю мы вам не гарантируем внешний вид, но анутрянку надо делать, потому что здесь живут педагоги, работают, здесь находятся дети, здесь находятся люди. Есть кому покрасить, побелить? Нету. Ладно, мы тебе и рабочих пришли. Вот с этого началась наша дружба с друзьями, благотворительность. И вот проводили телефонный опрос. Мы проводили по квартирные обходы. Но в наше время, это был 2005 год, и не все квартиру откроют, а если откроют, еще неизвестно, что услышишь. И за себя, и за власть, и за кого угодно, ну и за правительство в целом. Поэтому конструктивный разговор тяжело получался. Мне приходилось либо обращаться напрямую к людям из разных домов, либо, это уже обязательно, каждый день я живу там, я объезжаю свой большой бульвар, где-то что-то увидишь, на заметку возьмешь, потом начинаешь дальше работать. План благоустройства включаешь и прочее. Ну, это не собственников, конечно, жильцов подъезда. И провели собрание и выбрали в каждом подъезде, старшего подъезда. Они, может быть, не настолько легитимы, потому что проводить по-настоящему надо собирать все 100%. Нет, мы провели все оптики, значит, по каждому подъезду есть списки, есть люди, которые нас поддерживают, которые готовы там подписываться, воевать и предлагать различные предлагания делать. Раньше мы как-то не совмещали нашу работу. И плоды этой работы уже заметны. Очень приятно, что он очень нам помогает. Первое мероприятие, которое мы провели у него на его базе, он уже его показывал, это была встреча всех наших ветеранов войны и ветеранов вооруженных сил. Очень был интересный тематический вечер, все выступили со своими воспоминаниями, был очень хороший концерт. Вот, и куда мы стираем.